Девятнадцатый век был временем развития фабричного часового производства, перехода от ремесленного труда в часовых мастерских, механизированному труду на часовых фабриках и появление тиражной массовой часовой продукции. Лидерами этого процесса были Швейцария и Франция. В музее городского быта есть несколько настенных часов. Одни из них – Лераи и Париж, что в переводе означает «Король Парижа». Оказывается, это не название фирмы. Такую надпись сделали для привлечения покупателя. Под этой маркой известна немецкая часовая фабрика ФМС Фредерик Мауте из Швенингена массово ввозила настенные часы в царскую Россию в начале XX века. Настенные часы Лераи и Париж относились к разряду недорогих, доступных широким слоям населения. По сути, это были механические часы с пружинным заводом и с эмалевыми циферблатами. На маятнике среди гравированного растительного орнамента монограмма РА. Вероятно, эти буквы указывали на регулировку хода. Р и А, соответственно, Ретард и Эванс, то есть по-французски «назад и вперед». Интересно, что секундная стрелка у них отсутствует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова